Вопросы коммунальные всегда стояли для людей на одном из первых мест, потому каждый год этой теме отводится особое место в средствах массовой информации. Читая нормативные документы, слушая заявления федеральных СМИ, люди видят, что цены на отопление в 2014 году пока не изменились. Но на деле первые посленовогодние квитанции в некоторых домах славянцев показали обратное. В чем причина, расскажут наши корреспонденты. Цены старые, но считать будем по-новому. Этот подход к вопросу оплаты горячей воды сегодня смущает многих жителей нашего района. Когда видишь, что тарифы остались прежние, а итог вышел неожиданный, само собой возникает ряд вопросов, ответы на которые оказались достаточно просты. Хотя с 1 января 2014 года в Краснодарском крае был уменьшен норматив потребления горячей воды в жилых помещениях с 3,354 метров кубических до 2,1 кубометра, на росте размера платежа за горячую воду отразился тот факт, что увеличилась величина, обозначающая, сколько нужно тепла для приготовления одного кубометра горячей воды. Еще одно изменение – это распределение общедомовых расходов на горячее водоснабжение между жильцами квартир. Если прежде каждый платил в зависимости от количества горячей воды, потребленной в его квартире, то теперь общедомовое бремя рассчитывается исходя из площади квартиры. Соответственно, если площадь квартиры большая, то и платить придется больше. О теме общедомовых нужд надо сказать особо, ведь именно здесь спрятан камень преткновения. Общедомовые нужды – это разница между тем, что потребил весь дом по общедомовому счетчику и индивидуальными показателями. Если в доме все в порядке с трубопроводом, кранами, во всех квартирах стоят счетчики, нет потребителей, которые из системы горячей воды сделали себе теплые полы, все достоверно сообщают показания индивидуальных приборов учета, нет воровства воды, общедомовые нужды будут равны нулю, а значит и платить дополнительно будет не за что. Если же в доме нет общего узла учета, то жильцы платят по установленным нормативам. И хотя сейчас жителям кажется, что оплата по нормативу получается меньше, на деле уже со следующего года принято решение о введении повышающего коэффициента на нормативы, а значит жители тех домов, где общедомового счетчика нет, будут платить за потребленную горячую воду в разы больше. Поэтому не будем забывать о существовании федерального закона номер 261 ФСЗ об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, согласно которого во всех многоквартирных домах собственники помещения обязаны установить общедомовые приборы учета. Новое время требует от нас нового подхода к своей собственности, будь то частный дом или многоквартирный. Собственники должны понимать, что оптимизация коммунальных расходов, мероприятия по энергосбережению – это их прямая обязанность. И только выполняя все это, можно достичь экономии при оплате коммунальных услуг.